Всем привет, друзья мои! С вами Дивер и сегодня будет короткое видео о том, как отличить флюрокарбон от простой монофильной лески или, скажем, от лески, покрытой флюрокарбоном. Есть еще такие лески, которые с покрытием флюрокарбона, якобы. Я не знаю, насколько это правда или нет, но фишка вроде бы такая и есть. Итак, значит, как отличить флюрокарбон? Ну, по сути своей, я вот с каким флюрокарбоном сталкивался, он пожестче, чем монофильная леска. Может быть, это плохого качества флюрокарбона, я не знаю, небольшой специалист, но знаю точно одну вещь. Если флюрокарбон поджечь, то он не будет гореть. Точнее, когда вы над ним, допустим, держите зажигалку, он гореть будет. А когда вы огонь от него убираете, он тухнет и превращается в такую черную сосульку. Это флюрокарбон. То есть флюрокарбон горит под огнем, огонь убираем, он перестает гореть. Не имеет никакого пламени особого. Запаха тоже я не почувствовал. А если мы поджигаем монофильную леску, то она начинает гореть. Убираем зажигалку, она все равно горит и капает, как пластик. Капает такими соплями горящими. И имеет такое синее пламя. Еще запах такой идет нехороший. И, в принципе, оно как битфордов шнур горит. Поджигая леску, покрытую флюрокарбоном, якобы, очень похожая ситуация. И тоже горит. И горит, бежит по этой, значит, по самой леске огонек и сгорает. А флюрокарбон, повторюсь, не горит. Убираем огонь и он тухнет. И не капает он, не кидает эти вот сопли горящие. Ну что, давайте приступим. И я вам покажу это дело все, как говорится, на практике уже. Погнали. Для этого нам понадобится монофильная леска. Самая простая, которую мне не жалко. Также нам понадобится флюрокарбон. Этот за 350 рублей. Производитель Аква. Этот за 1000 рублей. Производитель хрену знает кто. И якобы флюрокарбон. Но на самом деле это не флюрокарбон. Возможно, что это леска, покрытая флюрокарбоновым покрытием. Но я даже в этом сомневаюсь. Разрывная нагрузка на флюрокарбоне на Акве пишет 9,55. 0,4. Разрывная нагрузка на этом флюрокарбоне, 0,4. Пишут 16 килограмм. Не знаю. На флюрокарбоновой леске, скажем так, назовем ее, пишут 25 килограмм. Но это уже 0,5. Бог его знает, в чем отличие. Здесь я небольшой специалист. Но я вам продемонстрирую, как ее отличить. Поджигаем простую монофильную леску. Как вы видите, она горит. И капает. Она еще имеет такой вонючий, ужасный запах. И капает вот такими соплями. Теперь, друзья мои, поджигаем флюрокарбоновую леску. Она на ощупь такая даже мягкая, хотя 0,5 якобы. Поджигаем. Жутко воняет. Как будто сожли курицу какую-то. Теперь поджигаем флюрокарбон. Возьмем вот этот сначала. За 1000 рублей. Я его поджигал. И как вы видите, он превращается в такую черную колбаску, сосиску, соплю такую. Он вроде бы как имеет черный дым. Но гореть он не горит. Это дорогой флюрокарбон. Теперь берем аква. И запах у него, кстати, не такой противный, когда сжигаем его. Тоже имеет какой-то черный дым. И не горит. Оба этих флюрокарбона превращаются... Ну, ихние концы этих флюрокарбонов превращаются в черные такие вот угольки горелые. А у нашей монофильной лески... Как у пластика вот такая сопля, которая капает и оставляет вот такие капли. Вот, друзья мои, как отличить флюрокарбон. То есть, этот флюрокарбон за 350 рублей... Производитель аква точно так же, в принципе, по своим свойствам, как и смарт. Как он себя будет на воде показывать, я думаю, абсолютно так же. Но на ощупь они... По-моему, идентичны. Мне кажется, аква даже помягче. Вот я вам покажу табличку по разрывной нагрузке. Кому интересна ссылка, где я покупал, чтобы не попадать вот на такие деньги... Ссылка будет под видео. Все, друзья мои. Всем пока. Всем удачи на рыбалке и на жизненном пути. Всех благ вам. Правую закидываем в середину, меняем с серединой. Закидываем ее сверху. Середина уходит сниз, вниз. А боковые кладутся сверху. Середина уходит вниз, боковые кладутся сверху. Теперь другую сторону. Раз. Опять эту сторону меняем на середину. Боковые нити кладутся сверху. Еще раз. Боковая нить кладется сверху. Средняя нить уходит вниз. Мы постоянно среднюю нить то вправо, то влево меняем снизу на боковые. А боковые кладем сверху. Боковая нить меняет середину. Сверху кладется. Теперь с другой стороны, по очереди. Боковая нить, вот эта, меняет вот эту середину. Пальцем я ее забираю, а боковую сверху. Теперь эту пальцем забираю середину, а большим пальцем толкаю на середину. Указательно забираю середину, большим пальцем толкаю бок. Указательным пальцем берусь за середину. Большим пальцем толкаю боковую нить, кладу ее сверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...